С момента переноса сознания в эту машину прошло так много времени. Жаль, я не смогу быть снова живым. Это робот, точно, он робот. Detroit become костлявый жоп. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем играть в HelloTale. Настал уже момент, пора уже это, собственно, сделать. Больше, наверное, недели назад я прошёл историю краша. Теперь у нас вот этот вот паренёк. Это Sky, да? Sky Suns. Хотим, да. Хотим поиграть в дополнение. Давайте сейчас посмотрим на небесах окажемся, наверное, да? Он же Sky, правильно? Сейчас будет небесный Suns какой-то. Ангельский, райский. Возможно, он будет играть на арфе. Неизвестная АУ. История Ская. Ну да, я согласен. Неизвестная. Для меня вот неизвестная. Я вообще не знаю, кто такой Sky Suns. Что за Sky-вселенная такая. Инг. Эрор, подожди. Так, подождите. Инг. А, Эрор бежит. Они его догоняют и говорят, Эрор, подожди. Понятно. Скай, держи. Что это? У Инга спроси. Эрор, ну я же просил. Ты соврал ему. Эрор, послушай. А ты вообще заткнись. Я не понимаю. Инг прятал от тебя твой собственный дневник. И еще соврал. И тебе, и мне. Он уговаривал меня врать тебе, что я присматривал за тобой с детства. Но это была ложь. Мы знакомы с тобой. Всего четыре года. Да, по его внешнему виду, ему всего четыре года-то и есть. Это как будто бы ты роды принимал на самом деле. Так что я верю вполне. То есть, Инг сказал, что хочет восстановить твои воспоминания, которые якобы были утеряны. То есть, ну типа ты потерял память. Но это тоже было неправдой. Я просто хотел... Лучше молчи в тряпочку. Вакет. Я хочу послушать, что скажет Тынг. Ну, в дневнике все написано. Я не хотел обманывать, просто... Просто я хотел, чтобы ты верил, что ты настоящий монстр. Что ты имеешь в виду? Прочитай дневник и поймешь. Кто это? Он так знаком. Пока что я нихрена не понимаю. Ну, давайте. Давайте надеяться, что все прояснится в ближайшее время. Итак. Он так знаком. История Ская. Кто ж тебе так знаком? Ой. Игра сломалась, походу. Да, все. Все, всем счастливо, всем пока. А, нет. Heart Tale. Сердечная история. Возможно, про кардиологов что-то будет сейчас. Про докторов. Я сижу в своей комнате. Сегодня Луна опаздывает. А, Луна, это я... Блин, я думал, что, типа, ночь никак не придет. А там Луна, Луна какой-то. Чувак по имени Луна. Замечательно. Борис Моисеев. Голубая Луна. Голубая, наверное. Он сейчас на подработке, но я уже соскучился по нему. Он сказал, что принесет мне сегодня подарок. Интересно, что это? Может, набор карандашей или плюшевая игрушка? Что бы то ни было для меня, это не важно. Главное, чтобы мой брат наконец-то вернулся домой. Что-то Луна задерживается. А все ли в порядке? Он обычно приходит к пяти часам. Но уже десять вечера. Ох, я беспокоюсь. Может, стоит пойти встречу с его? Так, ну, для начала надо обшмонать всю комнату. Коробка с игрушками. Очень миленькая лампа с рыбками. Небольшой телевизор, на котором вы смотрите разные мульти и аниме, которые записаны на диске или кассетах. Компьютер, на котором вы иногда играете. В шкафу различная одежда. Шкатулка. Вы очень любите мелодию, которая в ней играет. Плюшевые мишки. Ну, замечательно. Сейчас ФНАФ еще начнется, блин, с плюшевыми мишками. Куча резиновых косточек. У вас нет магии. Но даже вы их не можете использовать для атак. Черный цветок. Вы не знаете, зачем вообще притащили его домой. Ну, наверное, политкорректности. Светлых цветков было много в этой игре. Нужен один черный, да. Это правила Голливуда сейчас такие. Ничего не поделаешь. Диванчик. Диванчик. Замечательно. Так, ну ладно, все. Диванчик мы покидаем и выходим из зоны комфорта. Можно? Можно. Ох ты, черт побери. Так. Полки забиты книгами. Для вас они не особо интересны. Понятно. Теперь тут вот шкаф забит одеждой. Тут у нас радио. А тут вот, пожалуйста, светлый цветок. Видите? Ну, если есть черный цветок, должен быть и светлый. Это справедливо. Это книга, которую читает Луна. Настолько интересная, что вы даже не хотите читать. Наверное, Луна. Наверное, Луна как-то лучше звучит в плане имени, да? То есть, привет, меня зовут Луна. Привет, меня зовут Луна. Последнее немного странно. Мяу-мяу, милашка-целовашка. Это одно из шоу, которое вы любите смотреть. Хотя вашему брату не особо нравится это девчачье шоу. Ну, я могу его понять, на самом деле. Мне как бы это тоже... Ой, здрасте. Скай, милый, куда это ты собрался? Я хочу пойти встретить Луна. Снаружи довольно опасно. Тебе не стоит покидать дом, дитя. Но все же, я бы хотел встретить Луна. Ух, Скай, не волнуйся. Луна скоро вернется, я уверена. Я дома! Это... А, это он, да? Это он и есть. Луна! Привет, братишка, соскучился? Ага, ты не представляешь как. Уж представляю. Ну, я рад, что ты наконец вернулся. Э, ты сегодня поздно. Прости, я совсем заработался. Но я все равно очень спешил. Боялся опоздать на поезд. Ты же знаешь, он у нас один и мотается по всему подземелью. А ждать его, когда он все объедет, очень долго. Ну, да. Ух, я чуть не забыл. Я привез для тебя подарок. Правда? Держи. Ва, и спасибо, Луна! А что там? Открой и узнаешь. Ну, раз ты вернулся целым невредимым, то я могу задохнуть... Он что, с войны пришел? Я не понимаю, а что вы за него так волновались, блин, все? Объясните мне. Ох, ох, хрен. Здоровый лоб. Он уже, может быть, там у него уже, может быть, трое маленьких лунят там бегает с какой-нибудь телкой, там живет. А вы все за него переживаете, что... Ай, как он вернется какой-нибудь... У вас мины там, что ли, на пороге или что-нибудь? Я пойду в свою комнату. Потом придешь и расскажешь мне все. Ну, почему так поздно вернулся-то? Я не могу этого обещать. Ладно. Ох, мисс Тори. Для вас у меня тоже кое-что есть. Это мой... Пойдемте, мисс Тори, в соседний чулан. У меня для вас тоже подарок. Возьмите, здесь достаточно, чтобы вы могли открыть свое кафе. Чего? Вот это заявочки. Ни хрена себе. Я вот не ожидал, что с самого начала игры такая услуга будет от паренька, типа, помочь открыть бизнес. Охереть. Ох, Луна, здесь так много. Я не могу их взять. Мисс Тори, ну пожалуйста. Вы так много сделали для меня и брата. Вы заслужили эти деньги. Я расстройся, если вы не возьмете. Ох, ну что с тобой поделать. Ты всегда ко мне так добр, Луна. Что ж, ладно. Не буду тебя расстраивать. Так и быть. Возьму эту огромную кучу денег у тебя из рук. Да. Спасибо большое. Это я должна благодарить. Проводя с вами время, я смогла смириться с потерей своего сына. Ого. И если вам что-то понадобится, то звоните в любой момент. Обязательно. Пока, Мисс Тори. До свидания. Так. Да, правильно вроде озвучил. Скай же. Говорить таким голосом надо. После возвращения брата я прибежал в комнату и открыл подарок. Карандаши! Как я и думал. Спасибо, Луна. Мои последние карандаши как раз кончаются. И все, конечно, прекрасно, но... Мне показалось, что-то в Луне изменилось. Я не мог понять, что именно это не давало мне покоя. Правда, брат так и не зашел в мою комнату, как обещал. Он, похоже, пошел к себе. Да так и не вышел. Тогда я решил проведать Луна. Так. Ну, хорошо. Опять диванчик, да? Ну, то есть диванчик он... И в Африке диванчик. Он не поменялся. Чего тут проверять, да? Телевизор. Вы любите смотреть на нем человеческие шоу. Вот так вот. Там аниме, тут человеческие шоу. У каждого телевизора свои обязанности. Это просто черная книга с надписью... Майнкамф, что ли? Шавчона черная. Что ты еще хотел узнать? Нет, что там написано? Там... Я даже могу там что-то разглядеть. Какой-то маленький символ или... А, может, это крест? Может, это Библия? Я не знаю просто. Так. Ну, черная книга. Я думал, это что-то злое. Там, типа, штадовое. Новый год уже совсем скоро. Одна мысль об этом празднике делает вас счастливым. Так. Ну, ладно. Пофиг. Валим отсюда. Я должен проведать Луна. А, он здесь-то. Господи. Я думал, он опять куда-то убежал кататься на поезде, который все объедет. Это Луна, ты... Эй, Луна, ты как? Ох, он уснул. Похоже, он устал, ведь работал допоздна, а я собирался его расспрашивать. Ну, пусть отдыхает. Завтра его спрошу. И раз Луна спит, то я, пожалуй, пойду. Так. А что, пойду? Разбуди его. Луна, вставай, подлого! Я хочу тебя расспрашивать. Встал быстро. Ну, быстро. Не время спать, когда пришел Скай. Скай любопытный. Скай хочет спрашивать все. Я должен... Да ты проведал же его. Я не понимаю, что еще надо, блин? Что ему массаж делать, пока он спит? Или что? Что от меня хотят? Может, может... А, может, тоже надо... Книга читает Луна. Настолько интересно, что вы даже не хотите ее читать. Ну, может, потому что Луна интеллигент, а ты тупое быдло? Кто знает? Не знаю. Смотря какая книга. Разные книги бывают. Что ж, пора отдохнуть. Ну да, мы же так работали, капец просто. В шахте копались, поэтому рожа такая черная, наверное, да? Итак. О, доброе утро, Скай. А, это Луна говорит. О, доброе утро, Скай. Доброе, Луна. Хорошо подзарядился. Ага. Луна, слушай. Знаешь, я тут подумал. Почему бы нам... Да послушай! Да слушай, падлотик спал всю ночь и так. Не дал расспросить. Дай расспросить, я любопытный Скай. Извини, но... Ты после вчерашнего ведешь себя странно. Что случилось? Ничего. Ничего. Я просто всю ночь стоял на панели, чтобы заработать триэль на бизнес. А так все нормально. Да что, все хорошо у меня. Все. Все у меня хорошо. Слушай, давай-ка сходим на нашу полянку. Ты иди, я тебя догоню. Пожалуйста. Ладно. Не, реально, где он столько бабла достал? Знаешь, он явно работает-то этим... Не этим самым. Не продавцом, консультантом каким-нибудь. Листовки не раздает. Что-то серьезное, наверное. Так. Это сыр, который оброс кристаллом. Из-за долгого лежания здесь. Вот такое там, да. Оброс кристаллом. Вы представляете себе, если бы все обрастало не ржавчиной, не плесенью, не пылью, а кристаллом. Это был бы довольно неплохой мир на самом деле. Но, к сожалению, вот это только в Undertale, да. Кстати. Надо это делать иногда. Сохраняться все. Итак, мы куда-то бежим. Куда-то бежим, торопимся. А куда мне надо? Интересно. Это... Откуда-то музыка знакомая. Из Дельтарун, наверное, да? Да, по-моему, это из Дельтарун музыка. Что ж, подожду, ну, на здесь. О, я прям сразу нашел полянку. Там еще развилки были, я угадал. Это хорошо, что я угадал. А вот и он. Здравствуй. Быстро ты. Я уж боялся, что ты не придешь. Ну, у меня было одно дело. Но все же я очень спешил к своему братику. А че это мы не можем поговорить дома? Я хотел просто подышать. Ты же в курсе, что нам не нужно дышать? Ну, конечно. Просто здесь мне лучше думается. Так. Вам и дышать не нужно, и жрать не нужно. В принципе, ничего не нужно, на самом деле. Присядь. Итак, чему ты смог научиться? Ну, много чему. Мисторий, хороший учитель. Я все быстро запоминаю. Повреждений не было? Нет. Но я все равно проведу диагностику, если ты не против. Ну, хорошо. Проводится диагностика системы. Какая система? Похоже, все работает исправно. Повреждений нет. Попытки взлома не зафиксированы. А не роботы? Что ж, готово. Спасибо, Луна. Ага. Итак, теперь моя очередь задавать вопрос. Давай. А почему ты вчера так поздно вернулся домой? Ну, я просто посетил одно место. Пришлось помочь кое-кому. Вот вернулся поздно. В общем, волноваться не о чем. Я такой простой вещи он умалчивал. Я рад, что вернулся целым и невредимым. Я тоже. Ну ладно. Давай лучше посмотрим на звезды. Но через ту дыру на вершине пещеры почти никого ничего не видно. Так мало звезд. Ну, ты же свою видишь? Да. Она самая яркая. И с момента переноса сознания в эту машину прошло так много времени. Ага. Жаль, я не смогу быть снова живым. Ты и так живой. Живее всех живых. Возможно, твоя душа не настоящая, но... Ты для меня брат. Настоящий. Да это робот, точно. Он робот. Детройт, бекам, костлявый жоп. Луна. Эээ, так. А, или он сказал Луна. Или они на звезды смотрят, он увидел Луну и сказал Луна. Типа, Луна, Луна. Уж не запутаться сильно, да? Скажи, мы ведь всегда будем вместе, правда? Я... Обещаю, что не бросишь меня. Скай, я... Я обещаю. Спасибо, Луна. Так. А... Как всегда вы будете вместе? А умирать никто из вас не планирует? Хотя, я не знаю, скелеты, наверное, бессмертные. Я фиг знаю, как у них-то устроено. Я... Вот не знаю. Вот когда буду со скелетом общаться в следующий раз в реальной жизни, я его обязательно спрошу, как они умирают, не умирают. Так, интересно. Слушай, пошли-ка лучше домой. Не стоит долго оставаться на улице. Эм, хорошо. Классно вы проводите время, пацаны. Пришли, легли, посмотрели и ушли. Вау. Вот это досуг. Так, ну ладно. Пум. 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 О! Зелёный мешок с говном. Здравствуй. Я жду свою невесту. Надеюсь, она скоро придёт. А ну что, сейчас назад? Её нет уже. Так долго. Скажите, секунды без неё, моё сердечко разбивается. Это не сердечко, это не из-за неё, это из-за ожирения. Тебе на диету надо садиться. Вот у тебя это сердечко и разбивается. Оно разбивается каждый раз, когда ты заходишь в Макдональдс. Так, эээ, что у нас тут? Я злой камень. Знаешь, многие монстры ненавидят людей, но многие люди живут здесь. Ещё у них нет выбора. Им приходится маскироваться под монстров, чтобы стража их не спалила. В любом случае, стража всё равно. Кроме короля, конечно. Потому что многие монстры чё-то так глуповаты и не могут отличить настоящего монстра от замаскированного. Спасибо, очень интересно. О, привет. Давненько не появлялся тут. Как делишки? Меня тоже хорошо. Ну, на самом деле, может, не очень хорошо. Учитывая, что мой брат заболел той цветочной лихорадкой, я просил не трогать цветок. Как думаешь, он поправится? Он обречён, прости. Какая херенда. Он будет в порядке. Спасибо, что поддерживаешь меня. Так. Третий вариант ещё должен быть. Он сдохнет, он сдохнет, как последняя мразь. Вот этого не хватало только, да? Какие деликатные варианты ответа? О, так твой брат тоже тут. Ну-ка. Сюда нельзя, да? Крис. О, привет, маленький скелетик. Скажи, ты не знаешь, когда откроется библиотека? Или библиотепка? Нет? Очень жаль. А я думал, это Кенни из Саус Парка. Реально, посмотрите. Ну, похоже. Я думал, сейчас будет фраза, типа, о, мой гад, они убили Кенни там. Вот сволочь. Декар. Это я, что ли? Ну, наверное. Или это Рене Декарт. Скажи, я похож на монстра? Я тоже так думаю. Ну, блин, на самом деле не похож на монстра. Ты просто похож на великовозрастного придурка, который напялил игрушечные ушки и снимает лунтиков. Да, вот на кого ты похож на самом деле, чувак. Паук, паук, паук. Вместо обычных слов он говорит только паук. А мы возвращаемся домой, получается, да? Ну, в принципе, как и планировалось. Мы ж так и хотели. А в какую комнату идти? В мою или в его? На следующий день Луна провел очередную диагностику. Он ничего странного не нашел, но был взволнован. Как странно. Я не нашел никаких отклонений. Скай, ты что, странное чувствуешь в своей программе? Ну, мне кажется, голосовой модуль немного неисправен. Ты снова уходишь? Я ненадолго. Я обещаю, скоро вернусь. Не хочу, чтобы ты опять уходил. Я знаю, но твои странные старые детали не смогут долго продержаться. Хоть пока они работают исправно. Их поломка лишь вопрос времени. Я не хочу тебя потерять. Ты же не хочешь, чтобы я... Не хочу. Не хочу, чтобы тебе было больно. Я подожду тебя. Только будь осторожен. Обязательно. Я скажу к Мисс Тори, и она присмотрит за тобой. Луна, я тут подумал. Может, мы не будем тягивать Мисс Тори в наши проблемы? Не хотелось бы, чтобы она пострадала из-за нас. Ты прав. Я и сам могу позаботиться о себе. Ну, ладно, только не выходи из дома. Хорошо? Да, хорошо. Ну и что мне тут делать, я не понимаю. Там хоть на звезды посмотреть можно было. А тут... А тут телевизор. Ладно, пофиг. Небольшой телевизор, на котором... Да. Ну, но делать ничего нельзя. Так, хорошо. Я снова в доме. Что теперь? Куда теперь? Тут ничего, да? Ну, то есть, я так понимаю, если я хочу играть, то... А, может, мне надо лечь спать? Подождите. Может, лечь спать надо? Нет, нет. Ну, значит, надо выходить из дома тогда. И извините, конечно. Ну, придется прямо сейчас нарушить запрет. Луна сказал, чтобы я не выходил из дома. Но срать мне, что он сказал! Я лучше знаю, да? Я переживаю, что может случиться беда. Ну, выйти, конечно. Я снова нарушаю поставленный мне приказ. Прости, Луна. Ну, какой самовольный... Скай! Идиот. Его нельзя было убивать. Он очень ценен. Извините. Меня окружают идиоты. Блин, я просрал! Ой, говно-то какое! Сейчас заново начинать надо будет. Обидно. А подождите. А что, если знаете, как поступить? Вот он же сейчас поговорит, да? Луна сказал, что мне не выходил из дома. Но я переживаю, что может случиться беда. Остаться дома. Нет. Луна сказал не выходить. Вот, я совершаю выбор. Возможно, теперь какой-то скрипт. И что-то появится. Нет? Да! Да, так и есть. Все, я понял. Эм... Главное было выбор свечей. Скай. Кто-то пришел? Куда пришел? Да что-то туда-сюда. Мы долго будем бегать? Нет, а? Сколько же это может продолжаться? О! Вот они. Вот они, эти ребятки, да? Итак. Разойдите, найдите этого андроида. Если вы видите второго с лунами на щеках, убивайте. Прекратите! Не трогайте этих милых мальчиков! Какая боевая баба-то вышла с этим... С отрядом вояк просто! Вы что делаете? Это же негуманно! Разве вас не мучает совесть? Почитайте Библию еще. Да, еще это им скажи. Прячься, дура! Рогатая! Они тебя сейчас убьют! Милых мальчиков, они безмозглые машины. Ты всего-навсего наивный монстр, тебе не понять. Как раз таки в отличие от вас людей... А, это люди. А, это люди такие! Это спецназ! Это ВДВ, ребята! Это... Они сейчас просто бутылки об голову начнут бить и орать, я прям чувствую. Как раз таки в отличие от вас людей, мы монстры более понятливые и добросердечные существа. Советую тебе молчать, пока я дыру в твоей голове не проделал. Лицо было шикарно. Ой нет, Мисс Тори в опасности. Я должен что-то сделать. Но... Именно этого они и добиваются. Но если я останусь, Мисс Тори погибнет. Да может и не погибнет. Нужна она МС еще... Мисс Тори! Скай! А вот и он. Боже мой, Скай, прости меня, умоляю. Они схватили меня. Я не хотел им ничего говорить. Но они даже не задавали вопросов. Я не хотел им ничего говорить. Но они даже не задавали вопросов. Поэтому я просто для прикола им все растрендил. И ты прости меня, да. Но они даже не задавали вопросов. Но что-то вырвалось. Вырвалось. Много раз подряд вырвалось, блин. Они просто потащили меня сюда. Скай, милый, прошу тебя, беги. Но Мисс Тори, они же убьют вас. Скай! Беги! Беги, Скай! Беги, Скай, беги! Прямо как Том Хэнкс в одном фильме. Молчать! Вот, мне кажется, самое время сейчас было в окно сигануть, пока время есть, да? Лучше стой на месте. Это приказ. А я что, у тебя в роте служил, что ли? Приказ. Засуль себе свой приказ в свою человеческую жопу. Приказ? Слушаюсь. А-а-а, понятно, он слышно. Я забыл, он же Андрой. Вот так, хорошая машина. Стой на месте, и никто не пострадает. Ты же не хочешь, чтобы мы превратили твою няньку в пыль? Скай! Не нужно! Я пойду с вами. Только не трогайте мисс Тори. Хорошо. Отпустите её. Уходите. Да, вот это Дэвиду Кейджу надо серьёзно поразмыслить. Если он будет сиквел Детройда делать, прям взять, вот... Прям вдохновиться вот этим сюжетом. Ух, просто, ух! Отлично, Скай, теперь идём. Вот ещё. Чё вот ещё? А, надул, типа. Я думал, он говорит, вот ещё. Кстати, сейчас я зайду к себе. Вот так. Ой, сломал систему, он заперся на ключ. Ни хрена себе. Какой молодец. Надул солдафонов без мозга. Вот, правильно, правильно. Ну, это правильно. Это я одобряю. Я одобряю такое поведение. Я считаю, это правильно. И Ториэля тут спас, и сам убежал. Я успел. Проводится анализ местности. Луна был здесь. Ох, слушайте, ну прям... Ну, прям полнейший Детройт. Там тоже анализ местности. Тоже на вокзале было всё это. Да, я помню. Сейчас ещё будем граффити-то считывать со стен, да? Интересно, куда он поехал за деталями? Ещё не хватает вот кучи таких же андроидов с суровыми хлебалами стоящими, да? Вот как бы в игре прям был. Приятель, ты не против, если я сяду рядом с тобой? Вообще-то, я бы... Вообще-то, я бы воздержался. Мистер Мерлин Мэнсон, подсядьте вон туда куда-нибудь, пожалуйста. Вы выглядите не очень внушающим доверие, да? Да, конечно. Спасибо. Не, это плохая идея, не надо. Да не надо с ним это. Куда путь держишь? Я... Всё, тебе надо знать. Должен найти брата. Это хорошо. Слушай, я где-то уже видел твоё лицо. Ммм, где? Не могу вспомнить. Где ты точно видел? О, точно, я видел тебя в газете. В газете? Той, которой уже 30 лет? Как же быстро летит время. Радость в том, что ты всегда будешь молод. Ну, я ведь андроид. И то верно. Я помню ту статью похищения андроида. Ты меня не похищал, меня наоборот спасли. Я не хотел предсказывать беды. Я просто хотел жить, как обычный монстр. Какие беды. Но как бы я ни старался, несчастье так и сыпется на меня. Как я тебя понимаю, приятель? Не всегда мы можем управлять своей жизнью, как нам захочется. Обычно это она управляет нами, строит козни. Не смотрю, вы многое повидали. Не то слово. Ох, ну ладно, я пойду. Сейчас будет моя станция. Ада и рок-н-ролла. И безудержного кутежа, наверное, да? Удачи тебе, приятель. Боже, что за странный тип. Подождите, а как ваше имя? И откуда вы? Вы не похожи на здешнего. Сэм. Просто Сэм. Остальное знать не обязательно. И самое главное, чтобы не случилось, ты не должен ненавидеть тех, кого любишь. Ты не должен ненавидеть тех, кого любишь. Постараюсь. Постараюсь, да. Постараюсь ненавидеть тех, кого люблю. Действительно. Ты смотри, это очень тяжело, на самом деле, чувак. Попробуй. Так, теперь нужно понять, на какой станции Луна вышла. Ну, вообще, я понимаю, конечно, это глубокая фраза про то, что в любви есть и частичка ненависти может быть всегда, и нужно её как-то скрывать. Это всё понятно. Конечная станция. Нужно её как-то... Как-то с ней совладать. Вот так я бы сказал. Не скрывать. Не то слово. Эм. Конечная? Куда же он пошёл? Подождите, ну, если это конечная станция, ну, значит, он пошёл, вышел из поезда, наверное, и пошёл туда, куда ведёт эта станция, как бы, логично. Проводится анализ. Луна выходила здесь? Ну, куда он пошёл? А, Луна куда пошёл? Я понял. Я думал про этого мужика, этого рокера, этого престарелого панка. Я думал, типа, про него, говорит, куда он пошёл. Ясно. Мы, короче, идём по следам нашего братца тогда, в чём весь прикол. Так, хорошо, давайте же, давайте же попробуем. Ну, ой, слушайте, развилки. Развилки пошли нехилые такие. Прямо не знаешь, чё куда. Туда нельзя. Точно же нельзя? Ну-ка, ещё раз пробую. Да, никак. Вот никак и всё. А сюда, может быть? Нет, тоже никак. Есть подозрение, что надо бежать в тот конец куда-то далеко. Вот, может, сюда. Нет, нет, стоп, стоп. Чё мне, пойти, что ли, это? Плюхнуться в лужу или что? Вот. Или это не лужа? Или что это такое? Я думал, это вода. Чуть непонятно. Куда идти-то? Сюда, наверное. А, вот, вот, сюда надо, точно, точно. Так, и вот сейчас вот мы выйдем. Самое начало игры, правильно? Нет. Нет. Всё. Всё верно. Что это за огромная яма? Неужели луна там? Не игры, а уровней. Точнее, начало. Я думал, мы... Я думал, я возвращаюсь. Придётся спуститься, чтобы узнать. Ого, ты дерзкий парень. Я бы не стал. Это место выглядит знакомо. Ну, ладно. Хорошо. Место выглядит знакомо. Давайте вот посмотрим, что там нас в этом месте будет ждать уже в следующей серии. Пока на этом закончим. Если вам понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.